В Одессе прогремел самый мощный взрыв за все время. Террористы действовали особенно дерзко. Ранним утром 27 сентября они заложили взрывчатку у одного из входов здания СБУ. Очередной ночной взрыв разбудил одесситов. На этот раз офисы волонтеров не пострадали. Объектом для террористов стало здание СБУ. Звук взрыва слышали в разных районах города. Ударная волна выбила окна в домах в радиусе нескольких кварталов. Вот это вот все, вот так вот все рухнуло, в потолок всю люстру разбило. Тут чуть-чуть стекла. Полностью, я чуть инфаркт не получила. У меня вот выбило, вот там выбило, вот здесь вот посмотрите, здесь я еще не успела. По словам местных жителей, еще недавно на улице Еврейской под зданием СБУ дежурили силовики. За несколько дней до происшествия они пропали. Никто не стоит уже, никого нет. Ни ребят, ни с оружием, ни без оружия, ни полиции, никого нет почему-то. А это ребята были с оружием? А это были охранники, которые возле стояли, дежурили, полностью одеты, камуфляры. Все у них было. Уже много лет здесь дежурили два человека, два милиционера. Ходили и в служу, и в снег, и в гололед. А последних два дня никого нет. Взрыв серьезно повредил фасад здания СБУ. Несмотря на столь внушительный заряд, из людей никто не пострадал. Пришествие квалифицировали как теракт. Потребникам светит до 12 лет лишения свободы. За предыдущими выставками вибухотехники установлено, что потужность вибухового пристроя дорівняет приблизно от 5 до 6 кг у тротилового эквивалента. За данным фактом распочати криминальне провадження за ознаками криминального правопорушення, передбаченого частиною 2 ст. 258 террористичный акт Криминального кодексу Украины. Материалы переданы до управления СБУ Украины в Одесской области. Сумму ущерба оценили в 250 тысяч гривен. Коммунальщики уже обследовали каждую поврежденную квартиру. Их около 50, плюс 15 нежилых помещений. Стекла в окнах обещают вставить к вечеру 29 сентября. В основном, конечно, пострадали окна. На первых этажах и дверные блоки пострадали. Окна разделены на две категории. Это окна деревянные, скажем так, старые окна и окна металлопластиковые. Будет произведена замена оконных блоков, подчеркиваю, не только стекло, стеклопакет, но и полностью окно. Общий ущерб от взрывов в Одессе оценили в полтора миллиона гривен. Редактор субтитров А.Семкин